Представляется к вам в виде образа. Если вы не превратились в дерево, то вы можете увидеть дерево перед собой, как бы на внутреннем своем экране. Но вы при этом не соединяетесь, не объединяетесь с деревом. А здесь должно быть соединение вас и дерева. То есть вы стали деревом, дерево стало вами. Для того, чтобы вот это превращение усилить, чтобы трансформация была сильнее, у нас есть определенная мантра, которую мы используем. Я Вселенная, Вселенная Я. Я природа, природа Я. Я природа, природа Я. Учитель, я собираюсь практиковать большое дерево. Помоги мне, пожалуйста. Эта мантра читается, когда вы стоите в определенной позе и выполняете определенные движения руками. Мантра здесь. Да, ваш дух может быть изменен. Трестнительный. После этого ваш дух может претерпевать преобразование. Но вы можете. Сейчас посмотрите на меня, как я это делаю. Я в космос, космос Я. Я в космос, космос Я. Я природа, природа Я. Я природа, природа Я. Я сейчас заниматься, пожалуйста, делаю. Помогайте мне, пожалуйста. Если вы используете для помощи эту мантру, то вам не нужно думать, каким именно деревом вы собираетесь стать. Вы должны просто это читать или вы стали деревом. Вы можете стать при этом не обязательно деревом, но каким-то другим растением. Когда вы превращаетесь в какое-то растение, то у вас при этом возникает образ, как бы картинка этого растения, в которое вы превращаетесь. И в зависимости от того, в какое растение вы превратились, это вам как бы подсказка о тех проблемах, которые у вас существуют в организме. И вот поскольку вы видите картинку, видите образ, и в ваше тело, вы превращаетесь в какую-то часть этого дерева или этого растения. И в зависимости от того, какую часть вы видите, и есть ли в той части растения, которую вы видите какие-то повреждения, если они будут, то это означает, что в соответствующих участках вашего тела тоже есть какие-то проблемы. То есть вот этот вот образ может подсказать вам вашу проблему. И здесь вам могут слегка двигаться, шевелиться. И вот эти вот движения тоже являются как бы лечебными, подсказывают метод лечения ваших проблем. И когда вы смотрите на эту картинку, на этот образ, то вы видите, какого рода проблемы у вас есть. Или у вас не хватает каких-то веществ тела, или вы питаетесь слишком обильно. Очень много знаний вы можете подчеркнуть из образа дерева для растений, которые приводились. Здесь у нас определенный тренинг, поэтому нужно контролировать себя. То есть вы не должны интенсивно двигаться. Позже у нас будут упражнения, связанные с движением. А здесь мы дерево. А дерево может только колебаться под ветром. Потому что, в принципе, может быть, вашему телу нужны какие-то вещества, связанные с растениями. Может быть, вашему телу нужно что-то, что есть у животных, какие-то поведенческие реакции у животных. А здесь сейчас мы должны превратиться именно в деревья или в растения, и понять, что они собой представляют и что им нужно. Оно. Окей. Поднимайте, пожалуйста, станьте. Расслабьтесь. Окей, окно твой глаза. К sigui яafрое ругой. Поднимаем руки. Соединяем ладони к taka. Потом опускаем их перед собой. Я космос, космос я, я космос, космос я, я природа, природа я, я природа, природа я. Утикерс и каст, я заниматься в большое дерево. Помогайте мне, пожалуйста. После этого руки идут вверх. Опускаются на двойку линии и перед собой. Вы подняли руки вверх и потом опускаете их на точку Бэхуэй, то можно почувствовать, как будто бы легкий электрический ток пробегает вниз по позвоночнику. И вы превращаетесь в дерево. Или в какое-то растение. Когда вы заканчиваете упражнение, вы снова поднимаете луки вверх. Опускаете перед грудью. И говорите два раза вам спасибо, учитель. Спасибо, учитель. Окей, now practice your staff with yourself. Сейчас попробуйте это сделать самостоятельно. Я увидела, что несколько человек здесь выполняют движение. Или двигательные упражнения. Когда вы превращаетесь в дерево или в растение, растение у вас максимальное движение – это легкое покачивание дуны, как от ветра ветки. Иначе это не практика дерева и не растение, потому что у них нет большого объема движения. В журнале инструкции у нас есть другого рода движения, которое мы называем самолечением. Особенно мы это используем в имидж-медицине. Когда мы находимся в спокойном и расслабленном состоянии, то наше тело может двигаться автоматически. Это движение вызвано или блокированием каких-то участков в политическом плане, или какими-то эмоциональными проблемами, или какими-то физическими проблемами. Если мы не используем наш ум для того, чтобы контролировать свое поведение, то в расслабленном состоянии тело выполняет какие-то движения для того, чтобы контролировать свое состояние. Мы можем восстановить свое состояние двумя путями. Идем во время сна, или если мы очень расслабимся и придем в состоянии тишины и глубокого успокоения. Поэтому для улучшения здоровья прежде всего нужно улучшить качество сна. Это самый легкий путь. Вы спите, а здоровье расстанавливается. Но для многих людей это сложно. Они не могут это делать легко, потому что они не могут спать глубоко. У них сон не глубокий. Большинство действительно практикующих цигун могут спать хорошо. Но вы можете обнаружить, что очень многие люди плохо спят. На следующий день они чувствуют себя уставшими, не надозревшими. Они сонливы, они не хотят спать. Спать. Если вы не можете хорошо спать, вам нужно практиковать Большое Дерево. После практики Большого Дерева вы будете очень уставшими и после этого сможете хорошо заснуть. Но для этого можно практиковать Большое Дерево 2 или 3 часа. Первый уровень. По первой степени. Третий уровень. А еще можно по третьей. Для самолечения можно очень хорошо расслабиться и стоя опустить тело. Если наш ум не будет контролировать его поведение, его движение, то через короткое время тело начнет двигаться в соответствии со своими потребностями, снимая блоки и раскрепощая какие-то участки. Таким образом мы сможем освободиться от очень многих проблем, связанных и с физическим телом, и с эмоциональным состоянием. Эту часть мы называем самолечением. И она отличается от практики Большого Дерева. И отличается от упражнения Пингвин. Сейчас посмотрите, как выполняется самолечение. И постарайтесь увидеть, понять различие. Мы имеем какие-то дискомфортные ощущения в различных участках тела. Какое-то нездоровое состояние может возникнуть. Но человек при этом часто не знает, что ему делать перед этим. И мы не знаем, какого движения в данной ситуации для нас правильнее для восстановления. Например, я хочу что-то сделать, но у меня нет никаких мыслей по поводу того, что именно нужно сделать. Все, что я знаю, это то, что у меня в каких-то участках тела дискомфортные ощущения. Вот там мне как-то неприятно, вот там мне как-то не так. Но что мне с этим делать, я не знаю. И вот что нам нужно делать, мы отдаем нашему телу. Мы отдаем как бы себе. И тогда вот эта наша самость будет делать то, что нужно нам. Сейчас посмотрите, как это практикуется. Расслабьтесь хорошо. Когда вы делаете такие движения, как вы подтягивали, например. Когда вы делаете такие движения, как вы подтягивали, например. подтягиваете-то, растягиваете-то, то вы чувствуете, где вам при этом приятно становится. В следующий момент вы не знаете, что вы будете делать. Но вы не знаете, какое движение будет следующим. Вы просто реагируете на ощущения тела. Это те движения, в которых мы нуждаемся именно сейчас, именно в данный момент. А что вам нужно, я не знаю. И вы не знаете. А кто знает? Ваша внутренняя сущность. Ваша внутренняя суть это знает. Когда вы расслабляетесь и приходите в состояние успокоения, то ваша внутренняя природа начинает действовать, ваша внутренняя сущность начинает проявляться, активизироваться. Когда вы освобождаетесь от своих эмоций, то при этом могут возникнуть различные звуки. Кто-нибудь может заплакать или засмеяться. Может быть произнесение просто каких-то звуков. Поэтому для самолечения самое важное заключается в том, чтобы вы не контролировали себя, не контролировали своего поведения. Когда ваше тело что-то делает, вы пытаетесь это себе пояснить. Но когда вы занимаетесь самолечением, то ваша внутренняя природа сам, она ничего не поясняет. Она просто делает то, что необходимо для тела. И это как бы две разные сущности. Два разных существа. Да, окей, окей. Еще раз посмотрите на меня. Просто расслабляйтесь. Это может быть разным от первого раза. Первый раз все может быть у всех по-разному. Я что-то делаю и говорю, и это я. Но тело продолжает выполнять свою работу. Потому что моя сущность 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 продолжает выполнять свою работу. Я разговариваю, это говорит у меня мое сознание, мой ум. А вот динамическая часть это потенциальная моя внутренняя сущность в данный момент. Она делает то, что необходимо для тела. Сейчас я контролирую свое поведение и остановился. Поэтому самое важное здесь, чтобы вы не контролировали свою внутреннюю сущность. Пусть ваша внутренняя сущность регулирует само себя. Да, это не так, как практика большого дерева. Это самолечимое. Это проявление ваших внутренних способностей. Когда мы заболеваем, мы спим. Или нам дают секарства, которые расслабляют и приводят ко сну, чтобы мы спали. Нам дают медикаменты, но врачи не дают нам возможности использовать способности нашей внутренней сущности для того, чтобы восстановить наш организм. А здесь мы даем возможность нашему внутреннему я, нашей сути поработать. Станьте, пожалуйста, и попробуйте. Сейчас вернее вернитесь. Это упражнение как раз и отвечает на вопрос, какое упражнение лучше всего сделать, чтобы улучшить состояние моего здоровья. Поэтому, если вы чувствуете, что заболеваете или просто у вас какие-то проблемы со здоровьем, найдите тихое, спокойное место и попробуйте там практиковать это упражнение. Или каждую неделю один раз практикуйте это упражнение для того, чтобы лучше понять свое тело. Если такое упражнение практиковать каждый день минут по 20, то вы сможете добиться хорошего состояния здоровья. Это зависит от ваших условий, от ваших заболеваний. Если у вас какие-то хронические заболевания, то тогда нужно практиковать дольше. Но не будьте жадными. Некоторые, когда чувствуют себя лучше, решают, что им нужно продолжать практиковать. И практикуют все дольше и дольше, потому что им это комфортно. А потом, когда они хотят остановиться, то у них это не получается. Тогда есть люди, которые вам помогают. Только есть люди, которые вам помогут. Или больницы, или ментор из врача. Или милиция, или врач из физической больницы. Значит, сначала вы себя не контролируете. Но в конечном счете вам нужно будет использовать контроль своего ума, чтобы контролировать свое умение и я. И только те люди, которые слишком жадные, могут потерять контроль. Расслабьтесь и будем продолжать развивать свои способности восприятия знаний. Будем продолжать развивать две наиболее важные точки. Точку Хуи и Байкуи. Вы перейдите спиной шею. Сверьте ровно. Сейчас мы будем шарик из нижнего дентяна отправлять непосредственно в точку Хуи. Из нижнего дентяна мы будем отправлять шарик в точку Хуи и там заставлять его пульсировать. Становиться то больше, то меньше. И потом медленно по центральному каналу будем подниматься на шарик вверх, в точку Байхуэй. И снова в Байхуэй он будет пульсироваться, наверное, что больше, то меньше. И затем вернем его в нижний контейнер. И так выстрелите на спину. Можете положить руки на ноги, не нужно держать на нижнем контейнере. Визуализируйте красный шарик в нижнем контейнере. Визуализируйте красный шарик в нижнем контейнере. Меньше. Бонше. 반�овалетам. Бонше. Бонше. Продолжайте сами ощущение с пульсацией шара. Поднимаем шар вверх по центральному каналу в точку Байхуэль. Продолжение следует... 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 А если вы практикуете самолечение, то у вас нет при этом образа дерева. Вы просто практикуете движение, что не уйти по вашему телу. При практике большого дерева вы всегда знаете, все время вы знаете, что вы дерево. А когда вы практикуете самолечение, то вы не знаете, какое движение будет следующее. И эти движения все время меняются, меняется ваша реакция, меняется ваше поливение. Когда вы занимаете самолечение, не контролируйте вот это свое внутреннее я. И не контролируйте тело, а следуйте за своим телом. А потом окончательно вы должны контролировать, потому что вы должны остановиться. Не делайте это 24 часа в сутки. Окей, have a good night. See you tomorrow. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вчера мы обсуждали, что такое знание и мудрость. Хеми-билд знания, которыми обладает человек, помещают в книги, они пронятся в компьютерах и на каких-то других носителях информации. Если эти знания написаны в книге, то мы их можем получить. Но, как вы знаете, бывает, что знание связанной с книг трудно понимать. Например, в 1920-е годы в Соединенных Штатах использовали две технологии. Одно из которых назвали DimaTorzok А второе — оборудование в расе стреляющей машины. То есть это типов пушки, которая у нас известна была как ковальковая пушка когда-то. То есть это оборудование позволяло, в зависимости от частоты излучения клеток, используя метод их разрушения и изменения состояния. Создатель после этого оборудования проводил соответствующие инъекционные курсы обучения. И несмотря на то, что очень многие люди занимались непосредственно у него, они не смогли в полной мере освоить эти знания. То есть создатель этого оборудования был человеком, который расформировал свои знания, свое изобретение в слова, то есть передавал это все на фирмальный уровень. Мы вчера обсуждали, что знания, в которые обладает человек, существуют не в виде словесной модели, а в виде образа. И поэтому для того, чтобы наиболее полно можно было передать эту информацию, нужно трансформировать в язык или описывать языком не знания, а образ, который эти знания представляют. А люди обучаются знания посредством языка, посредством того, что им об этом говорят или рассказывают. И когда они воспринимают этот рассказ и читают об этом в книгах, то в их мозгу формируется имидж, образ того, о чем они читают или слышат. И вот этот второй образ, который формируется у человека, у слушателя, отличается от того образа, который пытается передать преподаватель, обучающий человек, который обучает. Если вы не верите в это, то можете провести эксперимент. Вы рисуете какую-то картинку и предлагаете какому-то знакомому эту картинку описать словами другому человеку. Он описывает словами другую картинку, и тот другой человек рисует то, что он понял из этого рассказа. И вы увидите, насколько эти две картинки могут отличаться. И эти обе картинки, изначальные, и так, которые нарисованы в поле сами, по рассказу, будут сильно отличаться. Потому что описать с языком, с речью очень точно образ практически невозможно. Поэтому, если мы хотим написать какой-то образ, нам нужно использовать его изначальную естественную форму. А естественная, изначальная форма чего-либо – это образ. Знания в виде образа. Мы говорили, что помимо знаний человеческих, которые существуют в виде образа, существуют еще знания, которыми обладают животные. Знания животных тоже существуют в виде образа. И именно посредством образов происходит общение и обмен информацией. Если мы сможем воспринимать знания образами, то мы сможем принять и получать намного больше исходной изначальной информации. И вы же здесь много молодых людей. Вы можете продолжить такого рода исследования и увидеть, что все знания существуют в виде образа. И мы думаем тоже образами, наши мышления построены на образах. Если вы научитесь мыслить образами, то при этом вы можете существенно развить свои возможности и способности в разных отраслях. Вы можете, например, стать художником или продвигаться по пути науки или в любой другой области, если вы сможете мыслить образами. Это зависит от того, в какую форму вы будете интерпретировать образ. То ли в языковую, то ли в рисунок. Итак, на базе этих образов, или, скажем, образов, мы можем получать знания из внешней следы. От других людей, от животных, от растений, от каких-то других форм жизни. Вчера мы обсуждали опыты, которые были проведены американским психологом по общению между собакой и человеком. Итак, между различными формами жизни, помимо привычных форм общения, помимо каналов восприятия, при которых мы используем зрение, слух и так далее, существует еще общение, основанное на образах. Это изначальная форма восприятия. Итак, процесс обучения связан с тем, как мы можем воспринять знания из природы или из других форм жизни в виде образов, насколько точно и полно. Итак, процесс обучения – это восприятие от других видов жизни. О, окей. О, окей. О, окей. О, окей. Или других каких-то объектов, например, гор. О, окей. О, окей. О, окей. Итак, изучение становится намного легче, если мы сможем воспринимать образы от других объектов. Как мы это можем сделать? Как мы можем воспринимать образы? Это основа для изучения, но каким образом мы можем воспринимать образы? И также мы нашли такой секрет. Если мы можем трансформировать свой дух и преобразовать его в дух какого-то другого вида жизни или существа, то мы можем тогда с лёгкостью воспринять его знания, информацию от него. И да, мы фактически начали этот тренинг ещё с первой ступени. С первой ступени мы пытались отождествить себя с дерева, то есть мы пытались как бы преобразовать себя, свой дух в дух дерева. Мы представляли себя драконами, мы представляли себя айсом, жароблём. Мы представляли, что мы большое дерево. И всё это процесс преобразования нашего духа в дух какого-то другого существа. Если вы хотите преобразовать свой дух или получить информацию от какого-то другого высокого уровня существа, то вам нужно тогда трансформировать свой дух в его дух и отождествить себя соответственно или с бутой или с гоной. И здесь на четвертом ступени мы практикуем подобным образом. Я прошу вас представить себе, что вы это я, то есть отождествить себя со мной. Таким образом вы как бы трансформируете свой дух в мой дух, объединяете их. Если вы познакомитесь и проанализируете духовную практику в других системах, например, в людизме в дайсисме, то вы увидите, что везде есть такого рода тренинг, когда участков просят отождествить себя с учителем, трансформировать свой дух в его. Таким образом, ученики получают возможность получать те знания, которыми обладает учитель. Такого рода духовный учитель, учителя называют в переводе с китайского, собственным бодром. И тогда конечная практика занятий у такого рода учителя — это получение всех тех навыков, умений и знаний, которые у него есть, то есть стать как бы им по своему уровню. Обычно в процессе практики можно иметь картинку какого-то высокого духа и в процессе медитации стараться соединиться с ним или трансформироваться в него. Если человек хочет достигнуть очень высокого уровня развития своего духа действительно в духовной практике, то в буддизме, например, ввесили картинку будды Шакьямони, а те, кто занимается даурскими, в снятотгазе, картину с образом нуалцы. И тогда человек сидит, медитирует, он сначала представляет и говорит себе, например, я Шакьямони, я Шакьямони, и потом начинает медитировать. И в конечном счете он может подняться до уровня мунды, как и Шакьямони, или я лао цзы, и дальше продолжать медитировать. И через много лет практики он может стать по уровню равным лао цзы. Мы таким образом не просекуемся, потому что у нас много различных целей. И мы хотим развиваться всесторонне. Поэтому в конечном счете мы хотим получить информацию не только связанную с какой-то конкретной личностью, или каким-то конкретным направлением, а более широко. Например, мы хотим понять не только все то, что касается высшего мира, но и то, что касается нижних миров, и то, что касается других видов жизни. Потому что мы хотим решить наши собственные проблемы, с которыми сталкиваемся в этом мире. И, кроме того, очень многие хотят стать целителями или инструкторами, и они должны получить объем знаний, соответствующий их профессии. Если мы при своем развитии можем трансформировать свой дух в дух какого-то другого существа, а потом из него трансформироваться опять в дух другого существа, то тогда весь этот процесс обучения происходит немного легче. Итак, мы теперь знаем, что для того, чтобы получать знания и информацию о других образах жизни, мы должны преобразовать, трансформировать свой дух. Каким образом мы можем трансформировать свой дух? Для этого существует целая технология. Мы начинаем эту практику с первой ступени. И мы должны открыть наши каналы. В частности, мы должны открыть центральный канал. Особенно важно открыть две точки, две области. Первая – это врата неба, которая находится в окрестностях точки Байхуэй. И врата земли, или врата подземных мир, которые находятся возле точки Хуэй. Мы не будем специально акцентировать свое внимание и фокусироваться на открытии ворот подземных мир. Потому что многие люди могут испугаться, если они увидят жизнь в нижних мирах. После того, как мы открыли врата неба возле Байхуэй, мы сможем легко входить в общение с высшими духами. Когда мы общаемся с верхними мирами с высшим духом, то мы испытываем счастье и удовольствие. И иногда мы даже начинаем плакать, настолько это для нас волнующее мгновение. Но для полноценной духовной практики нам нужно быть знакомыми не только с высшими духами, но и с высшим тоже. Вчера мы рассматривали два упражнения. Одно из них было упражнение по самолечению. Самолечение заключалось в том, что вы должны полностью расставить свое тело, освободить, успокоить свой дух и следовать тем движениям, которые исполняет ваше физическое тело. Это очень полезная практика, особенно для приведения в порядок нашего здоровья. Для очень многих периодных заболеваний, для которых нет определенного хорошего метода лечения, мы можем использовать вот этот метод самолечения, который мы делали вчера. Это соус рождения, при котором мы воспринимаем образами наши собственные потенциальные возможности. Потому что для нашего собственного организма нет никакой необходимости трансформировать образы, которые находятся в нем, и интерпретировать их словами или еще как-то. Просто наше тело сразу реагирует на эти образы определенным движением. И мы используем наши собственные образы и воспринимаем их для того, чтобы лечиться, для того, чтобы решать свои проблемы. Сейчас мы повторим эти мнения. Постарайтесь убедиться перед этим в том, чтобы вы полностью раздавились и отключили контроль своего тела. Дайте им возможность реагировать должным образом на ваши внутренние, скажем, запросы на эти образы. Не используйте свой ум и свое сознание, чтобы они контролировали потенциальные способности вашего организма. И эти способности будут проявляться в процессе лечения. Потому что этот метод основан на ваших собственных возможностях и состоянии вашего тела и вашего организма именно в данный момент времени. Потому что, если вы, например, проведете такую процедуру сейчас и, например, позже, минут через 30, то движение и реакция организма будет совершенно иной. И вы не знаете, что вы будете делать до того, как вы это сделали. Все другие упражнения, которые мы практиковали до этого, мы как бы заранее задавали, мы знали заранее, что мы будем делать и как, и какие движения и позы нам нужно принимать. Но здесь мы этого не знаем, потому что все, что мы будем делать, соответствует незнанию каким-то конкретным, а тому образу, который хранится внутри нашего тела. Вчера вы видели в качестве примеров, как я это делал. Это было по-разному. Один раз я вам показывал стоя с одной стороны сцены, а второй раз через некоторое время я это показывал с другой стороны. И это были движения совершенно разные. Сейчас я снова покажу вам это на примере. И я тоже не знаю, какие будут у меня движения и что я именно буду делать. Никаких идей нет, чьих у меня нет. Никаких идей нет, чьих у меня нет. Надо полностью расслабиться. Опустошить ум. Опустошить ум. И следовать своему телу. И следовать своему телу. Продолжение следует... Продолжение следует... Я чувствую себя комфортно, потому что следую своему телу. Я чувствую, что движение тела, вот эти изгибы там... И так далее, как раз именно то, что мне нужно, чтобы чувствовать себя лучше, чтобы мое тело ощущало себя приятнее. Когда нам нужно остановиться, мы включаем контроль ума. Попробуйте. Начинаем следовать своему телу. Попробуйте. Продолжение следует... 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 То есть для того, чтобы выполнять это упражнение правильно, нужно сначала расслабиться, а потом привести свой ум в тишину и в тустоту. И тогда следовать своему телу. И когда ваше тело начинает делать какие-то движения, вы начинаете понимать, что это правильно, именно это вам необходимо, ну скажем, как-то потянуться, растянуться, наклониться, что после этого вы начинаете чувствовать в каких-то местах, где были зажимы, более расслабленное состояние. Вам становится комфортно и приятно. Сейчас будем продолжать развивать центральный канал. Выпрямьте шею и спину. Положите руки на ноги. Расслабьтесь и почувствуйте шарик в нижнем тантяне. Чувствуйте шарик в нижнем тантяне. Перемещаем шарик вверх в область лой хуэи. Перемещаем шарик в нижнем тантяне. Перемещаем шарик в нижнем тантяне. Перемещаем шарик в нижнем тантяне. Расслабьтесь и почувствуйте шарик в нижнем тантяне. Продолжаем перемещать шар вверх в небо. Вверх в небо. Смотрите шарик. Смотрите на шар в небе. Сейчас из неба выпускаем шар вниз в точку ВП. Вниз. Тон ВП. Чувствие шара ВП. Уча. Меньше. Уча. Меньше. Уча. Меньше. Уча. 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 пускаем шар из точки хуин вниз в землю иди смотрите на шар в земле сейчас возвращаем шар в точку хуин вверху в точку хуин в точке хуин чуть легкая шарта больше 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 changing Положите руки на пупок и сконцентрируйте шар в нижней под темной. Для того, чтобы воспринимать то знание, которое есть у других видов жизни, нам нужно изменить свое сознание, изменить свой дух, превратив его как бы в дух вот этого другого вида жизни. Возле нас к нам привыкают, как мы можем сказать, два мира. Один — это мир растений, и второй — это мир животных. Мир растений во многом помогает нам и дает нам очень многие вещи для нашей собственной жизни. То же самое касается мира животных. Если говорить о мире животных, то это относится к категории фауны, то мы можем сказать, что человек также относится к этой категории. И, как и все животные, мы очень тесно используем то, что нам дает мир растений. Поэтому это два мира, с которыми мы очень тесно соприкасаемся. Мы живем на истории и пользуемся условиями существования того мира, который здесь находится. И среда нашего питания включает в себя и мир животных, и мир растений. Это значит, что поскольку мы очень тесно соприкасаемся и с миром животных, и с миром растений, то нам нужно постараться научиться понимать представителей этих миров. Для того, чтобы понимать мир растений, нам нужно учиться у растений. Для того, чтобы понимать мир животных, нам нужно учиться у животных. Каким образом мы можем это сделать? Мы должны получать образы и из мира животных, и из мира растений. И потом, когда мы начинаем их интерпретировать, они превращаются в наши знания. Обратите внимание здесь на следующее. Здесь мы используем обычный метод обучения. Когда мы используем этот обычный метод обучения, то мы используем и свои привычные каналы восприятия. Слов, зрение и так далее. Это значит, что для того, чтобы мы приобрели интересующие нас знания, кто-то должен эти знания нам представить или каким-то образом их изложить. Однако при некоторых видах обучения мы можем использовать образ тоже. Скажем, обычный образ. Например, вам могут что-то показывать жестами, движениями. И для этого иногда не нужно говорить. То есть показывают какую-то позу, показывают что-то в танце. И вы просто, глядя на это, повторяете, копируете. Но здесь мы говорим о другом роде образа. Когда любой вид жизни, представитель любого вида жизни о чем-то думает, то у него формируется в мозге образ. И вот этот образ излучается наружу. И именно этот образ мы воспринимаем для обучения. So this image, we can receive it. Мы можем получать, воспринимать эти образы. И тогда мы можем войти в состояние, когда происходит что-то вроде духовного преобразования этого образа. И этот образ, попадая к нам, начинает интерпретироваться, когда мы его принимаем. И дальше мы можем уже его парализировать, потому что он интерпретируется в понятные для нас какие-то знаковые и прочие формы. И тогда мы получаем из этого образа знания. И это является тем исходным методом, который используется для мышления. Yesterday we learned the big tree. Вчера мы учили упражнение большое дерево. So, please, I'm not sure. С помощью мантры мы можем консформироваться как-то, преобразоваться в это большое дерево. И через образы можем войти в мир растений. Когда мы входим в мир растений, то мы при этом сами становимся подобно растениям. И тогда мы можем получать от конкретного растения то, что съебывается нам, нашему организму. И у нас мы получаем и характер, который присутствует данному растению, его природу, его внутреннюю суть, и все то, что связано с образом его жизни, такого растения. Сейчас мы снова повторим упражнение большое дерево. Здесь это отличается от того, что мы делали при самолечении. Когда мы занимались самолечением, то проявлялось при этом ваше внутреннее я, которое связано с в том числе и с вашими проблемами. Сейчас, когда мы будем практиковать большое дерево, то это уже не ваше внутреннее я будет управлять вами, а дух растения, в которое вы превращаетесь. То есть вы должны стать большой деревом, вы должны приобрести характер и поведение дерева. И, в общем-то, все, что связано именно с деревом. То есть вы должны почувствовать то, что связано именно с деревом. То есть это уже не ваше внутреннее я управляет вами, а дух дерева превращается в ваш дух или вы с ним все в генералис. Когда вы становитесь с деревом, то внутреннее я-делево становится вашим внутренним я. Это упражнение «Большое дерево». И когда вы практикуете «Большое дерево», когда вы становитесь большим деревом, то при этом...